Без маски вход запрещен. Угроза распространения коронавируса по-прежнему высока. Но не во всех торговых точках правила Роспотребнадзора соблюдают. В железнодорожном районе за месяц зафиксировано 83 нарушения в сетевых магазинах и торговых точках. В магазине, расположенном на улице Владимирской, несоблюдение требований Роспотребнадзора фиксировалось неоднократно. Когда появилась угроза временного закрытия, а значит и потери прибыли, руководство стало серьезнее относиться к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. В ходе этого рейда представители городских властей нарушения не зафиксировали. Все сотрудники находились в торговом зале в масках и соблюдали социальную дистанцию. Так же, как и покупатели. Я сама переболела. Это был ужас какой-то. И еще, как говорится, я выздоровела, но очень сильная слабость. Я с 17-го числа болела, с сентября. И вот только что меня выписали. То есть у вас прямо официально подтвержденный диагноз коронавирус? Ну, не совсем. На КТ мне подтвердилось. Я уже и три маски готова одевать. Страшно за детей, страшно за окружающих, страшно. Я всем советую лучше перестраховаться. Ну, вроде веришь и не веришь, а вот случилось. Где-то я поймал. Берегите себя, семьи свои. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах на особом контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Сотрудники районных администраций проводят ежедневный мониторинг объектов потребительского рынка. В случае нарушения индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 100 тысяч, юридическим лицам до 300. При повторном нарушении могут приостановить деятельность до 90 дней и выписать штраф до полумиллиона рублей. Гражданам нарушение санитарно-эпидемиологических требований может стоить от одной до 30 тысяч рублей. Цель нашей деятельности не собрать как можно штрафных денег. Обязательным атрибутом этого мониторинга является беседа. Как и с гражданами, так и предпринимателями, директорами, администраторами магазинов, где мы им разъясняем необходимость соблюдения масочного режима и какие могут быть последствия. Нарушают все и мелкие магазины, и в торговых центрах фудкорты бывают, и сетевые магазины тоже. В Самаре за весь период пандемии коронавируса за нарушение масочного режима и других санитарных требований выписано 280 штрафов почти на 3 миллиона рублей. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События.